Время новостей на канале Абаза. В студии Инесса Дубинина. Здравствуйте. Абхазия проводила в последний путь президента республики Сергея Багабш. Тысячи людей пришли проститься с лидером, при котором Абхазия стала признанным государством. Репортажи с церемонии прощания с Сергеем Багабш демонстрировались и на центральных российских телеканалах. Предлагаю вашему вниманию сюжет, прошедший на Первом канале. Абхазия сегодня проводила в последний путь своего президента Сергея Багабша. На траурную церемонию пришло множество людей. Отдать дань памяти лидеру, при котором республика обрела независимость. Проститься с Сергеем Багабшем приехал и премьер-министр России. Репортаж Сергея Гапонова. Трех часов отведенных для прощания с Сергеем Багабшем в зале Абхазской филармонии сухунцам не хватило. Несмотря на тропический ливень, который разразился над городом еще до начала траурной церемонии, люди, желающие отдать дань памяти президенту, все прибывали и прибывали. Телеграмму с соболезнованиями прислал президент России Дмитрий Медведев. В середине дня к зданию филармонии приехал российский премьер-министр. Владимир Путин прошел в зал, поднялся на сцену, возложил гробу Сергея Багабша цветы и выразил соболезнования родным абхазского президента. Проститься с Багабшем прилетел и глава администрации президента России Сергей Нарышкин. После церемонии прощания тело Сергея Багабша на лафете провезли по Сухумским улицам. Далее кортеж направился на малую родину президента. Село Джгерда в Абхазии часто называют царским. Во-первых, из-за размеров. Поселки, которые входят в состав села, разбросаны по предгорьям Малого Кавказского хребта на 625 километров. Во-вторых, потому что Джгерда дала Абхазии многих замечательных людей. Двое из них известны далеко за пределами республики. Это писатель Фазиль Искандер и второй президент Абхазии Сергей Багабш. Сегодня к дому Багабша съехалось, кажется, все село. Дом высоко на горе. И тех, кому подниматься вверх уже трудно, подвозили снизу специальные автобусы. Учеников местной школы привели во двор за несколько часов до начала траурного митинга. И они терпеливо ждали с цветами в руках. Любил он нас всех. Всегда приезжал к нам, заботился о наших детях, о нас, учителях. Залпы прощального салюта и гроб с телом Багабша опустили в землю рядом с могилой его отца. Когда люди разошлись, на поляне перед домом остались только близкие друзья. Они вспоминали Сергея Багабша. Обычно приезжал в субботу, в воскресенье. И все со своими бедами сюда шли. Он отдыхает. Мы еще мешали им. Вот соседи приходили в расшагу. Дай человеку отдохнуть. Все, кто вспоминал абхазского президента, говорили о нем как о человеке с талантом большого политика и трудолюбием простого крестьянина. Вот это Т-16 трактор, да? Да, да. Как-то что-то подъемник испортился. А был один механик тут. Начал коверяться, коверяться. Он смотрится и говорит, что не нравится. Слушай, отойди, отойди, говоришь. Сам взял ключи, мучи, там все-то снял, гидравлику, метравлику. Сажал, прожал, там что-то заменил. Сел. Все, нормально. Механик не смог, а он сделал. Выборы нового президента Абхазии должны состояться через три месяца. Кто бы не занял эту должность, курс на восстановление экономики республики должен быть продолжен. Об этом Владимир Путин говорил на встрече с вице-президентом Абхазии Александром Анквабом. Мы вместе пройдем этот путь, пройдем этот путь восстановления экономики, инфраструктуры, социальной сферы. Уверен, что абхазский народ будет чувствовать себя в безопасности. И может быть уверен в том, что Россия, как ближайший союзник, как верный друг, будет рядом с Абхазским народом. И поможет преодолевать те проблемы, которые остались в прошлом году. Поможет Абхазии стать нам. Мы хотим поблагодарить путоводство России от имени Абхазского народа за организацию главного церемонии прощания Сергея Васильевича на Москве. Мы по-человечески очень помыли таким отношением к нашему президенту и Абхазскому народу. Хочу передать слово благодаря Москве. И в том, что мы хотим. И в том, что мы хотим. И в том, что мы хотим. Не только реализовать все имеющиеся в рамках этого финансирования. Готовы посмотреть и на возможность реализации других крупномасштабных правил. Как Вы правильно сказали, у нас много и других важных дел, которые вместе реализованы при поддержке России. Это и экономическое возрождение Абхазии. И есть определенные успехи в этом таком. И мы хотим поблагодарить в том, что мы хотим. Все, кто следит за ситуацией в Абхазии, уверены, что уже сейчас можно говорить о серьезных успехах восстановления экономики, которых добилась республика. И в этом огромная заслуга Сергея Багапша. Сергей Гапонов, Борис Леонов. Первый канал. Абхазия. Россия готова рассмотреть финансирование новых проектов в Абхазии. Об этом заявил российский премьер Владимир Путин на встрече со своим абхазским коллегой Сергеем Шамбо. Путин напомнил, что в бюджете Российской Федерации заложено 10 млрд рублей на поддержку Абхазии. У нас стоит очень много проблем и задач. Мы говорим о необходимости восстановления инфраструктуры, железнодорожного сообщения, строительства шоссейных дорог, необходимости восстановления авиаперевозок, морского транспорта, надежной связи с Россией, сказал Путин. Премьер-министр Абхазии Сергей Шамбо провел встречу с прибывшим на церемонию прощания с Сергеем Багапш президентом Приднестровско-Молдавской республики Игорем Смирновым. В начале встречи приднестровский лидер еще раз высказал соболезнования народу Абхазии по случаю безвременной кончины президента. Сергей Шамбо и Игорь Смирнов обсудили перспективы экономического сотрудничества двух республик, рассмотрели конкретные бизнес-проекты в области сельского хозяйства, промышленности, курортной сферы. Кроме того, стороны обсудили программу празднования пятилетия образования Содружества за демократию и права народов. Юбилейные мероприятия пройдут в начале июля в Тирасполе. Игорь Смирнов пригласил премьера принять в них участие. Отметим, что кроме Абхазии, Приднестровско-Молдавской республики в Содружество входит Южная Осетия, а статус наблюдателя имеет республика Нагорный Карабах. Довольно подробно обсуждали вопросы наших дальнейших взаимоотношений, делились опытом. Мы с интересом выслушали многие проекты, которые осуществляются в Демистровско-Молдавской республике. Говорили о том, какие у нас проекты есть. Мы в рамках нашего Содружества будем продолжать наше сотрудничество, будем общаться. Сейчас 4 июля будет юбилей, который в Приднестровье мы будем отмечать. Обсуждали и этот вопрос. В общем и в целом подтвердили наше стремление продолжать наши тесные, дружеские, проверенные уже временем взаимоотношения. Да, мы будем отмечать пятилетие общества за демократию и права народов. И должен отметить полезность как для Приднестровского, Южно-Осетинского, так и абхазского народа этого общества. Не говоря уже о политической полезности, которую вы в полной мере ощутили по признанию Великой России в вашей государственности. Приведет ли независимость Абхазии к расцвету российско-абхазских отношений или станет поводом к расхождению исторических судеб Абхазии и России? Об этом размышляет автор книги «Россия и Абхазия. Две страны, один народ» депутат Госдумы России, директор Института стран СНГ Константин Затулин. На презентации книги побывал Рустам Зантария. Книга «Россия и Абхазия. Две страны, один народ» – сборник документов, статей, интервью Константина Затулина – свидетельство 18-летней борьбы за признание независимости Республики Абхазия. Как подчеркнул, открывая презентацию Константин Затулин, представление книги, проходящая в траурные для народа Абхазии дни – возможность еще раз вспомнить о первом президенте Абхазии Владиславе Ардзенба, о президенте Сергея Багабш, о вкладе двух лидеров в завоевание и признание независимости Абхазии. Лейтмотив всей книги – размышления о завтрашнем дне российско-абхазских отношений. По убеждению Затулина, будущее сулит стабильность при условии продолжения мудрой политики Ардзенба и Багабш. У нас сегодня есть прекрасная перспектива воспользоваться этим народным отношением для того, чтобы продвинуться и по пути Абхазо-российских отношений, и самое главное – решить многие вопросы, которые были в загоне до сих пор в связи с непризнанностью Абхазии. Речь идет о подъеме абхазской экономики, о притоке инвестиций и всего остального. Я считаю, что если правильно организовать этот процесс, я убежден, что именно таким образом его пытался организовывать и организовывал Сергей Васильевич Багабш, все это пойдет на пользу Абхазии, и это пойдет на пользу России. По мнению Константина Затулина, несмотря на то, что в официальных отношениях России и Абхазии был довольно долгий период неприятия, само идея абхазской независимости, симпатии народа России всегда находились на стороне абхазов. Свидетельство этому – активная помощь российских добровольцев в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Между тем, в российско-абхазских отношениях, как рассказал Затуллин, на сегодняшний день есть вопросы, которые следует решать сообща. К таковым, по убеждению Затулина, относится ситуация вокруг Абхазской церкви. Это действие, которое было предпринято в Новоафонском монастыре совсем недавно, было вот такой попыткой абсолютно проигнорировать проблемы, которые у нас возникли. На следующий день, после того, как русская православная церковь признает, допустим, эту самостоятельную Абхазскую церковь, Константинопольский патриарх, который живет на фонаре в окружении турецких властей и турецких полицейских, признает самостоятельную украинскую православную церковь. Упомянул Константин Затуллин и о квартирном вопросе, в разрешении которого, по его убеждению, необходимо избегать крайностей, наподобие обвинения абхазов в намеренном ущемлении прав русских. Затулина поддержал и посол России Семен Григорьев, который подчеркнул, что проблемы во взаимоотношениях России и Абхазии не избежать уже в силу их наличия, но гарантировать стабильность по убеждению посла можно лишь решая проблемы своевременно. Когда меня спрашивали эти дни, каким вы видите будущее российско-абхазских отношений после Сергея Васильевича, я отвечаю, что я абсолютно уверен в том, что никаких катаклизмов, никаких потрясений. Да, мы переживем это горе, да, мы переживем эту утрату, да, мы будем помнить Сергея Васильевича, его дела и будем заканчивать и продолжать то, что он начал. Но вот та атмосфера, которая уже давно существует между нами, да, та манера обсуждать все общие проблемы, искать вместе из них выход, она является, в общем, гарантией того, что мы будем вместе очень долго. Помимо ряда интересных статей, затулено в книге много исторических документов, которые, что называется, от первоисточника повествуют о процессах, происходивших в российско-абхазо-грузинских взаимоотношениях за последние два десятилетия. Рустам Зантария, Турник Амбичба, Абаза ТВ. Руководство Южной Осетии вводит запрет ввоза овощей стран ЕС на территорию республики, сообщает агентство РЭС. Решение связано с распространением в Европе опасной кишечной инфекции, унесшей жизни 17 человек в Германии и одного в Швеции. Как выяснили ученые, инфекция вызывается кишечной палочкой. Тем временем и Роспотребнадзор временно запретил ввоз овощей из всех стран ЕС. Российские власти уверены, что выпавший объем импорта вполне можно заменить продукции из России и стран СНГ и обещают контролировать цены, но ритейлеры ожидают на овощном рынке и дефицита, и подорожания. Власти Абхазии пока никак не комментируют ситуацию с ввозом в Республику овощей. Дефицита и роста цен на нашем рынке пока не наблюдается. В Сочи открылась пассажирская навигация, сообщил Интерфакс Туризму директор по внутреннему туризму компании «Водоход» Андрей Смолин. Теплоходы «Сочи-1» и «Сочи-2» задействованы на двух основных направлениях. Один из них осуществляет оборотные рейсы по маршруту «Сочи-Туапсе» с несколькими промежуточными остановками. Другой задействован на международном сообщении с Абхазии – маршрут «Сочи-Гагра». Стоимость билетов из Сочи до Гагры – 500 рублей. Рейс в Абхазию особенно актуален. Он позволит хоть немного разгрузить трассу Сочи-Адлер и пропускной пункт Псоу. Дорога до Адлера по морю займет 25 минут. До Туапсе – около трех часов с учетом времени промежуточных остановок. О новых возможностях перевозки российских туристов говорят не только владельцы судов, но и железнодорожники. На днях в РЖД заявили о завершении реконструкции путей на перегоне «Веселая Сухум». С февраля нынешнего года совместно с Абхазской железной дорогой был проведен капитальный ремонт 130 км пути. Ожидается, что этим летом между Адлером и Сухумом будут запущены три пары электричек. По словам начальника управления Абхазская железная дорога Гурама-Губас, российские ремонтники закончили укладку полотна. Теперь дело за налаживанием коммуникаций. Укладка новых рельсов и шпал закончена. Идет сейчас смена тех инвентарных рельсов, которые были временно уложены на постоянные плети. Незначительное отставание по укладке рельсов, плетей, потому что мы не поставляем в том нужном количестве щебень, который нужно поставлять в российской железной дороге. Наверное, в течение месяца мы подадим нужное количество для того, чтобы завершить смену рельсовых плетей и запустить поезда. Помимо путейской работы у нас еще есть работа по энергетике и по связи. Скоро приступят к подвешиванию оптиковолоконного кабеля и потом за центральной станцией связи РЖД будет наладка оборудования и вот в действии. Что касается энергетики, на всех тяговых подстанциях, которые были у нас обозначены, это Центрибшская, Обзыбская, Кудаутская, Сухомская, сегодня проводятся ремонтно-восстановительные работы. А дальше эксплуатация. Мы должны возить грузы, должны возить поезда. Повторюсь, у нас будет три электропоезда, а также будет поезд дальнего следования Москва, Сухом, Москва. Это в количестве 8-9 вагонов. На сей момент нам пока это достаточно, ежедневное курсирование. Но если будет потребность, по нашей просьбе вагоны могут быть увеличены. Абхазские археологи приняли участие в Международном Евразийском конгрессе археологов в Турции. Ученые Демур Бжания, Вадим Бжания, Али Габили, Аркадий Джопуа, Игорь Свинари, Эджет Рапш, искусствовед Сурам Сакани участвовали в конгрессах археологов уже третий раз. В этом году конгресс проходил с 20 по 25 мая в городе Демирджи, недалеко от Измира. Этот форум уже зарекомендовал себя на международном арене. То есть это форум, который собирает очень многих исследователей. Так и называется евразийский, то есть археологи Европы, Азии, центральной Азии были представлены очень много исследователей. И потом это было около 50 участников с разных стран. И участие археологов в Абхазии, такая большая группа, и потом были представлены 5 докладов, было представлено. Я думаю, что это имеет большое значение для популяризации вообще абхазской науки и вообще для Абхазии. Абхазия И в заключение выпуска о погоде. В выходные дни в Сухуми ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 23, ночью 20 градусов тепла. На этом выпуск новостей завершен. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»